Здравствуйте, это студия Баланс ТВ, меня зовут Андрей Сидло и сегодня у нас обзор в СМИ вместе с Вячеславом Рузовым. Здравствуйте, сегодня мы поговорим о новостях, возьмем для разговора две новости, которые будут отражать, наверное, две стороны одного и того же вопроса и начнем мы с будущего, а именно начнем с футурологии. Есть такая наука и согласно прогнозу футурологов, через 15 лет роботы превзойдут людей интеллектом. Так озаглавлена статья. Ну и кратко прочитаю сам текст статьи с небольшими, может быть, ремарочками. К 2029 году компьютеры смогут освоить человеческий язык и превзойдут людей интеллектом. Об этом пишет Independent, ссылаясь на заявление известного футуролога Реймонда Курцвейла. Реймонд, давно занимающийся проблемой создания искусственного интеллекта, сообщил, что по его оценке через 15 лет компьютеры будут способны пройти так называемый тест Тьюринга, Сравнявшись с человеком по уровню интеллекта или даже превзойдя его. Учитывая огромные ресурсы и средства, которые сейчас вкладываются в это направление, Совсем нетрудно представить появление роботов, обладающих искусственным интеллектом. И вполне реальным выглядит будущее, в котором роботы смогут испытывать человеческие чувства, например, любовь. Футуролог также предсказал наступление технологической сингулярности к 2045 году. Согласно его теории, в это время вся Земля начнет превращаться в один гигантский компьютер, и постепенно этот процесс сможет распространиться на всю Вселенную. Как вам такая новость? Честно говоря, похоже на научный бред, причем достаточно тяжелый, так как нет ни одного определения. То есть, говорится, роботы смогут любить, тогда надо дать определение любви. Интеллект, надо дать тогда определение интеллекту. Но когда мы просто используем слова, то это некоторое такое, ненаучный, собственно говоря, разговор. То есть, хотя заметка претендует на некоторую научность, но в ней нет самой научной основы, не дается расшифровка тех слов, о которых, в общем-то, в этой заметке принимают участие. Причем это довольно серьезные слова. Любовь, интеллект — это то, над чем философы бьются тысячелетиями. И здесь так легко об этом заявляется, интеллект будет, любовь, пятое-десятое. Тогда давайте точно разберемся, то есть, что он имеет в виду. Тот, кто написал эту заметку, мне бы хотелось его определение послушать. Потому что, если эти определения не даны, мы можем сейчас разговаривать сколько угодно, долго и давать свое мнение, и еще сейчас свою встречную заметку составить по этому поводу. Но это все, так сказать, такие современные псевдонаучные высказывания, особенно про будущее, особенно про вечную жизнь, особенно про робототехнику, они все вот такие, в действительности, очень-очень сомнительные. Вот сколько я не читаю подобные новости, в них никогда нет никакой конкретики. То есть, вот мне, так сказать, сон приснился, во сне я увидел, что роботы любят друг друга, то есть, что это такое, к чему это все. Непонятно, так как нет вот этой конкретизации. Когда нет конкретизации, сразу понятно, что мы уходим вот на эту некоторую категорию. Может быть, нам бы казалось, скорее всего, якобы, как бы. И, конечно, все это просто некоторые потери времени. Или, может быть, это нужно для того, чтобы получить очередной грант на какие-то свои разработки. А в действительности наука, это значит, мы очень точно отвечаем за каждое свое слово, мы даем ему определение. Поэтому сейчас нам даже, в общем-то, не с чем иметь дело. Если бы под этой статьей были бы вот эти сноски на точное определение всех этих терминов, было бы, в принципе, интересно с этим покопаться. И, уверен, мы бы тут же нашли огромное количество вопросов по каждому из этих терминов. Потому что не так это просто взять и дать точное окончательное определение интеллекту, дать точное окончательное определение любви, дружбе, вообще взаимоотношений, вообще личности. Я еще не встречал такого однозначного общепринятого определения. Поэтому на чем он основывается, этот человек? На каком-то своем определении? Ну, тогда давайте его услышим, так ради интереса хотя бы. Поэтому, честно говоря, я даже боюсь вообще что-то говорить. Потому что, когда ничего не определено, и это пытаться как-то определять, все это, некоторое ввязывание в такую антинаучную игру. Я тут что-то сказал, ну и вы что ему скажете в ответ? Ну, я тоже что ему скажу. И получится, что бред усилится. То есть я боюсь усилить бред. Ну, это спасибо. Ну, вот в статье упоминается тест Тьюринга. Может быть, он каким-то образом даст нам некую область для обсуждения. Тест Тьюринга — это когда есть испытуемый, и есть еще два объекта — человек и машина. И испытуемый задает вопросы человеку и задает вопросы машине и пытается определить по ответам, то есть не видя их, просто по ответам, кто же перед ним, машина или человек. И вот когда, в принципе, сам смысл теста Тьюринга, когда компьютер сможет запутать человека настолько, что человек решит, что напротив него, его оппонентом является человек. — И в чем суть? Опять-таки непонятно. То есть, ну, компьютер запутал человека, и что? Ну, запутал. — Это, по крайней мере, в этой... — То есть компьютер стал такой же глупый, как и человек? — А вот как раз говорится о том, что компьютер не глупеет, а наоборот, компьютер развивается. И когда компьютер сможет воспроизвести самого себя, это наступит эра вот того самого искусственного интеллекта, про который все говорят. — Ну да, вот опять-таки, видите, то есть в чем всего этого задачи? То есть компьютер воспроизвести самого себя, то есть что это значит? Где он возьмет элементы, чтобы воспроизвести самого себя? Украдет их? Или как? То есть где он их вообще возьмет, эти элементы? — Здесь идет речь в основном об отношении к информации, потому что есть мнение о том, что информация является материальна и информация нематериальна. То есть чувства материальны и нематериальны. То есть можно их разложить или нельзя? — Да, действительно, есть материальная информация, есть нематериальная информация. И с материальной информацией более-менее, скажем так, процентов на 70 все понятно. То есть она изложена в каких-то принципах, эти принципы принимаются. Так, каждые лет 30 меняются, но хотя бы эти 30 лет что-то более-менее уравновешено. Поэтому на основе этого можно составлять программы, можно составлять какие-то речевые обменные функции, можно научить компьютер разговаривать, никакой проблемы нет. И он будет в этих заданных рамках, в общем-то, давать какие-то нам ответы. Ну и что? В конце концов, ну и что? В конце концов, есть некоторая область действительно личности, когда личность обязана принимать решение, и это решение ничем не высчитывается. То есть это не область черно-белого, а это область морали, это область культуры, это область воспитанности. Это область, когда никто не может, нет такой формулы, которая бы сказала, как мне надо поступать. И вот тут я должен как личность поступать. Это есть некоторая моя личная характеристика, основана на чем-то нематериальном, потому что материальное — это то, что высчитывается. — Эмоциональность? — Нет, это не эмоциональность. Эмоциональность — это тоже некоторое такое просчитывание. Просчитывание, то есть одни экспрессивные, другие там какие-то более поспокойные люди, кто-то экстравертный, кто-то интровертный. Все это просто такая некоторая форма проявления материи. Нет, личность — это некоторая категория выбора, когда я выбираю, когда я способен выбирать из равноценного, пользуясь некоторой вот этой своей свободой. — У машины свободы нет? — У машины нет свободы, все равно за этой свободой стоит формула. Все равно стоит формула, и мы, меняя эту формулу, можем менять эту свободу. Но за человеком всегда остается свобода, это есть личность. Личность означает свобода. — То есть законы можно нарушать? — Законы можно нарушать, да. И нам иногда приходится нарушать закон. То есть мы явно видим, вот есть закон, и машина не может нарушить закон. А я нарушаю закон. То есть я должен что-то как-то решить. То есть что мне делать в этом случае? Была однажды такая ситуация, очень простая ситуация, вот для машины ситуация. Пусть машина решит эту ситуацию. Уехал водитель, где-то здесь было, по-моему, даже в Москве. Ехал он водитель автобуса, у него отказали тормоза. И он мог либо ехать вперед и проехать по людям, которые переходили зебру. Чем бы он нарушил законы. Либо он мог свернуть и въехать в остановку, где тоже стояли люди. Понимаете? И этот водитель принял решение. Он решил давить этих. То есть он сам решил. Как он там решал, потом он долго рассказывал, что я понял. Вот тут было больше женщин, тут было больше мужчин. То есть как-то вот он на основе своего вот этого внутреннего человеческого выбора, он совершил выбор. Он совершил выбор, он его реально совершил, и его оправдали. Оправдали? Он был оправдан. Он был оправдан, судьи вошли в его положение так же, как люди. А хотя он реально наздавил людей, то есть там были жертвы. Были жертвы, но его оправдали, потому что он сделал этот выбор, он его сделал осознанно. Он его сделал причем за сотую долю секунды. В этом проявилась вся его человечность, и он решил, кого давить. Это довольно серьезный выбор, кого давить. Не так-то просто принимать такие решения. Вот как мы запрограммировать робота, чтобы он принял решение, кого давить. Поэтому всегда есть личность, всегда есть человек. Потому что некоторые решения, никакой робот никогда не примет, кого давить. Это вот один из вариантов. Очень сложно. Люди над этим долго думали, долго все это обсуждали. И, в общем-то, большинство пришло к выводу, что да, нужно встать на сторону этого человека. И хотя были родственники тех людей, которых он задавил, эти родственники его простили. Даже так? Потому что он абсолютно честно принял решение. Честно принял решение. И все поняли, что нужно было как-то принимать решение, если бы мы были на его месте. Может быть, он просто удачно оправдался? Здесь есть все. Личность, так как личность не имеет этой логики. Личность нелогична по своей природе. То есть она не действует по этому какому-то формату, который мы бы могли взять и просчитать. У личности всегда есть нелогичная вещь, которая называется мотив. Мотив очень нелогичная вещь. Потому что мотивы могут быть разные, какие угодно. И мотив надо как-то обсудить, как-то его понять, как-то войти в ситуацию этого человека. Каков был его мотив, почему он так поступил. И вот эта вот область мотивации, это очень сложная область. Какой мотив у робота? У робота нет мотива. Правила, законы. Правила — это не мотив. Не мотив? А где вот мотив, вот эта категория? Вот это сложная вещь. Мотив — это некоторое рождение культуры, рождение воспитания, рождение самоосознания человека, рождение его совести. Это некоторое абсолютно непросчитываемое явление, которое абсолютно невозможно перевожить на робототехнику или на единички и нули. Мотивация, почему я действую в том или ином случае, то есть как я действую, что я должен делать, кого спасать, где идти, где собой пожертвовать, где себя спасти, где вот это все. Настолько тонкие вещи, они изучаются уже, в общем-то, на более тонких категориях. Это категория дхармы. Категория дхармы или по-нашему категория моих обязанностей. То есть как я должен себя вести в том или ином случае? Я должен очень хорошо, ну, понимать некоторое свое положение в этом мире. Например, та же ситуация с войной. Должен я идти воевать или я не должен идти воевать? Как это определить? Потому что если я не воин и я иду воевать, то я, в принципе, совершаю преступление, потому что я не могу контролировать свои чувства. Я начинаю убивать всех подряд. В этом проблема, когда идет воевать не воин. Это страшная война, когда не воин воюет, потому что ему все равно, кого воевать. Это наемник называется. То есть у него какой мотив? Деньги заработать. Вот разные люди. У разных людей одно и то же ружье. Но у этих разных людей разный мотив. И сразу же все отличается. Воин, он действует под присягой. У него есть некоторая концепция защиты Родины. У него есть концепция на выполнение приказа. Поэтому даже если он убивает, то его все понимают. Но под приказом действует человек. И у него мотив высокий. Он должен Родину защищать. А за ним стоят какие-то его родные и близкие, какие-то невинные люди. А безбезоружное население стоит за ним. То есть у него есть некоторый мотив благородства. Он должен быть, в любом случае. Если этот же воин берет, этот мотив нарушает и начинает грабить во время войны. Его уже называют мародер. Тот же самый человек. Так же убил преступника. Так же убил какого-то врага. Но он снял с него там кольцо. И уже мародер. Мотив не тот. Ради денег воюет. Хочет что-то с этого получить. Корысть какая-то. Уже расстрел на месте. Прямо расстрел на месте. Или это просто наемник, который прямо идет за деньги воевать. И ему все равно куда идти. У него там темная вода. Непонятно что у него в голове. Довольно мутно все. Поэтому такой человек вообще страшен. Потому что ему все равно кого убивать. Ему сказали стреляй налево. А он налево стреляет. Таких вообще все не любят. Или это простой человек, который в жизни оружие не держал. И тут ему дается власть в виде оружия. Как он себя поведет с этим оружием? Никто не знает. Это очень опасно, когда человек никогда оружие в руках не держал. Что он будет там делать? И опять-таки какой у него мотив? Для чего он это делает? Поэтому вот эта внутренняя очень тонкая составляющая, которая на уровне культуры, на уровне воспитания. Вот с ней так просто не разберешься. Над этим бьются философы. Над этим бьются теологи. А над этим бьются культурологи. Потому что это очень тонкая вещь. И каждый раз она должна рассматриваться. Любое, посмотрите, вот такое наше произведение классическое русское. Это вот рассмотр мотивов. Почему, как, что человек на это толкнуло. Почему это Анна Каренина, вот она взяла и так поступила. И каждый может в принципе в этом мотиве что-то свое добавить. Вот каждый может взять и написать на сочинение по любому нашему такому глубокому русскому произведению. И там столько может быть этих разборов мотива, что на всю жизнь хватит. Посмотрите, люди до сих пор пишут сочинения, они до сих пор какие-то вот свои. То есть это довольно непростая вещь. Она зависит от свободы. А раз она зависит от свободы, то тут в конце концов осталкиваются. Посмотрите, какие сложные вещи происходят. Ну, во-первых, есть свобода личности, о которой эту свободу прямо не объявляет. А решает внутри, как ему свободно поступить. А есть свобода оценивающего. И вот эти две свободы, которые явно не объявлены, они сталкиваются. И вот так появляются все эти великие трагедии или великие комедии, великие произведения. И о них можно бесконечно размышлять. И это правильные размышления, потому что они в конце концов аформируют нас как личность. Поэтому робот, конечно, может под все это затесаться и выучить, так сказать, выводы каких-то великих культурологов по поводу Анны Карениной и войны мира. Но все равно это не будет свобода этого робота. У него все равно нет этого мотива. То есть мотив — это некоторое мое решение, которое я принимаю на основе очень сложных факторов. Это все факторы свободы. То есть я могу свой мотив менять каждую секунду. Но это только факторы... Вот эти факторы, которые заставляют нас принимать какие-то действия, они являются обобщением некоего опыта. И я перемещаюсь из зоны дискомфорта в зону комфорта, например. То есть сам поступок. То есть я подошел к принятию какого-то решения, у меня есть опыт, я согласно этого опыта сделал какой-то шаг, сделал какой-то поступок. И, естественно, я делаю этот поступок не для того, чтобы навредить себе, а каким-то образом развиваться, сделать лучше, сделать удобнее, неважно. Разве машина не может так же действовать? Вот что интересно, я сегодня изучал как раз одну научную работу по поводу боготворительности. И вы знаете, до сих пор непонятно, почему вообще в мире существует боготворительность. Потому что это ни с какой точки зрения невыгодно. И нелогично. Нелогично, невыгодно и непонятно вообще, почему нам нравится это делать. Но людям реально нравится это делать, даже животным нравится это делать. Благотворительность у животных? Да. То есть она реально существует, животные помогают друг другу. То есть одно животное может видеть, как страдает другое. у нас жили вместе, а собака и кошка. И эта собака заболела. То есть знаете, как собаки болеют? Она легла там и помирает, лежит, не ходит, не пьет, не ест, не дышит. Кошка увидела это дело, пошла, поймала мышку, притащила ей под нос. Собаки. Я видел это все своими глазами. Что это такое? Реальная забота, реальная боготворительность. Вот, то есть кошка, враг, собственно говоря, этой собаке, они не дружили. Кошка реально увидела, что собака заболела, притащила ей мышку. Притащила мышь. Вот реальная бытовая ситуация абсолютно. Почему так? Как они это делают? Что они делают? Они реально берут, как-то помогают, жертвуют чем-то, жертвенность присутствует. Мы это делаем, почему мы это все делаем? То есть это то, что не просчитывается, это не может быть выгодным. Это явно не может быть логичным. Это некоторое вот полный отказ от своего уюта, от своего дохода, от своего спокойствия. Но когда мы берем и что-то жертвуем другим, жизнь фактически жертвуем, свои доходы жертвуем, свое спокойствие, свои нервы. Почему мы это делаем? Вот это нематериальная вещь, она никак материально не просчитывается. Это другая зона. Это не зона материи, это зона духа. То есть зона моей свободы. Почему человек берет и постится? Это же невыгодно со всех сторон поститься. Ну ему грамотно объяснили. Грамотно что ему объяснили? То есть явно понятно, что тело-то страдает, тело явно хочет есть, тело требует еды давай. Реально хочется есть. Но ему что-то объяснили на каком-то другом уровне, на нематериальном уровне. С материальной точки зрения поститься вредно. Может даже вопрос не в том, что объяснили, а вопрос в том, как он это воспринял? Вот. То есть один согласился, другой нет. Посмотрите, одни постятся, другие не постятся. Но сейчас даже мы видим, что это как-то входит в эту область моды. Сейчас в магазин заходишь, на каждом продукте написано постный он или не постный. Народ постится, миллионами постится. То есть нелогично совсем себя ведет. То есть кажется, живем-живем, надо есть. То есть это очень нелогично не есть. А тут раз и не ест человек. Реально отказывается от еды, страдает очень неудобно. Нет никакой в этом зоны комфорта. Это абсолютно некомфортная вещь. Но почему? Потому что у него мотив какой-то есть. Какой-то очень сложный внутренний мотив. А потому что он хочет как-то вести себя, но по-другому не как машина. Машина четко требует бензин, значит дальше не поедут. То есть если машине не дать бензин, она дальше не поедет. А человеку можно не дать еды, и он счастливее становится. Что-то нас отличает. Если у робота выключить электричество, разве он станет счастливее? Он не станет счастливее, он просто выключится, и все, нет электричества, не буду работать. Человеку отключают еду, и он думает, нет, нет, я еще и воду даже пить не буду. В счастье нет логики. Нет. Искусственный интеллект, он далек от понятия, как мне кажется, далек от понятия счастья, далек от понятия каких-то эмоциональных проявлений. Он принимает логические решения. Может быть, наша жизнь тоже была бы проще, если бы мы принимали только логические решения. Тогда бы мы могли любой поступок свой объяснить с точки зрения логики. если жизнь проста, то это уже не жизнь. То есть, проста жизнь трупа. Все очень логично. Лежи. Все очень понятно. Лежишь как надо, ну, как правильно положили, так и лежишь. Лежишь в идеально удобной позе. Жизнь по определению непроста, потому что жизнь — это область свободы. То есть, мы должны каждую секунду принимать свободные решения. И это решение должно быть на чем-то основанном. И в этом проблема. Если у меня нет этой основы, если у меня нет принципов, если у меня нет философии какой-то, если у меня нет поиска, то я все время принимаю решения, основанные ни на чем. То есть, на некоторых, вот тех же чувствах. Это неправильный уровень принятия решения. То есть, вкусно, невкусно — это неправильно. Ну, может быть, вкусно, но очень вредно. То есть, посмотрите, вроде бы кажется логично, есть то, что вкусно. И ребенок живет на этом уровне. А вот он первый уровень сознания, детский уровень сознания. Надо есть конфеты. Просто надо. Это просто однозначно понятно. Конфеты надо есть. Они реально вкусные. Все остальное — каша, ерунда. Нельзя. Мне надо есть кашу. То есть, если ребенку дать кашу и конфеты, он будет есть конфеты. Но он взрослеет. И в определенный момент он поднимается над этим уровнем чувств. И он точно осознает, да, конфеты вкусно, но вредно. От них болит животик, от них зубы болят, от них будет хуже и хуже. Надо есть кашу. И он начинает есть кашу. Начинает реально есть кашу. Понимает, нет, лучше все-таки не конфеты, а кашу. Что в нем изменилось? Боль, страдания изменились? Да нет. И у него там ничего особенного не болит. Просто он понимает, что это вредно. Он реально понимает, что это вредно. Живот у него не болит, и зубы у него особенно не болят. У него уже с этим все налажено. Он может пить анальгин, если зуб заболит. Если очень хочется конфеты, можно сразу через конфету пить анальгин, и можно решить этот вопрос. Можно искусственную челюсть ставить, если уж совсем очень хочется конфет. Он реально переходит на новый уровень. Он уже мыслит не по принципу полезно, а вкусно-невкусно. Он уже мыслит по принципу полезно-неполезно. Но и это еще эгоистичное мышление. Можно еще выше подниматься, но еще более высокий уровень. И вот на каком-то из этих уровней компьютер он все равно сдает. То есть он не может дальше пойти. Он не может оподняться на эти уровни, что там появляется эта свобода, это некоторые мотивации, это культура. А культура очень сложная вещь. Нет никакой культуры компьютерной техники. Нет культуры того, как один компьютер должен себя вести по отношению к другому компьютеру. Как компьютеры русского производства должны вести себя по отношению к компьютеру американского производства. – Но пользователи сети договариваются между собой. – Пользователи договариваются сети. – Также компьютеры договариваются. – Потому что у них есть реальная культура, и поэтому есть такое интересное. Вот некоторый раздел, как социальные сети. Что это такое? Это место, где люди, собственно говоря, пытаются договориться. И мы видим, что не очень-то у них получается. – Нет, не получается. – Не получается, да. И поэтому они интересны. А мы хотим, чтобы компьютеры договорились. они и так договорились, у них все понятно, то есть общая система взаимоотношений, коннект, коннект, то есть ничего там сложного нет, а русский компьютер не думает, ой, это американский компьютер, у нас плохие сейчас политические взаимоотношения, я не буду сегодня с ним соединяться, надо подумать над их поведением, вот если они изменят свое поведение, тогда я так и быть с ними соединюсь, нет такого морали, этика, все это довольно высокие вещи, поэтому их можно наложить только на некоторую вот эту свободу, а свобода это есть личность, то есть то, что мы называем личностью, можно поставить знак равно между личностью и свободой, и вот эта личность это нематериальная вещь, то есть никакими атомами она не измеряется, никакой логикой компьютера она не измеряется, то есть невозможно просчитать, какое решение примет человека. Я правильно вас понимаю, что ваше мнение о создании искусственного интеллекта невозможно? Знаете, мое мнение, что без культуры мы уже живем как искусственный интеллект. Сейчас настолько упала культура, что мы сейчас все похожи на роботов, которые живут на уровне искусственного интеллекта. То есть не компьютер к нам подтянулся, а мы подтянулись к компьютерам. Мы уже не можем от них оторваться. И празднуем победу, что компьютер стал похож на человека. Да нет, это мы опустились до уровня компьютера и стали похожи на компьютер. Человек потому и интересен, что он не просчитывается. Просто не просчитывается. Почему так интересно читать книгу? Потому что мы не знаем, как поведут себя герои этой книги. Если бы мы знали формулу поведения, неинтересно было бы ни одну книгу читать. Неинтересно было бы ни один фильм смотреть. Но мы смотрим фильм, и мы не можем... Вот эффект телесериала. Это удивительная вещь. То есть что делают? Серия 20 минут, а в конце останавливают на полусловие. И всем хочется следующую серию посмотреть. Почему? Никто не знает, что будет дальше. Только режиссер знает. И он еще не уверен. И он еще решил, что завтра подумает. Никто не знает. И это интересно. Потому что за телесериалом стоит личность. Одна простая личность. Там телережиссер какой-то. Сценарист. И никто не может его просчитать. Никто не знает, что будет дальше. Убьют, не убьют. Что будет. Мы не можем прочитать обыкновенный телесериал. Про семью. Мы не можем прочитать. И это все делает тут же интересным. Но если бы мы могли это просчитать, какой интерес? Всем понятно, что будет дальше. Просто понятно и все. Жизнь и интересна тем, что она непонятна. А мы хотим ее сделать понятной. Так это уже будет не жизнь, это будет, как мы говорили, кладбище, там все понятно. Вот он лежит, вот его дата рождения, дата смерти. А у меня непонятна дата смерти, поэтому мне жить интересно. Чем мы отличаемся? У него дата смерти понятна, а у меня непонятна. Так зачем заглядывать в это будущее и знать дату своей смерти? Чтобы сразу стало скучно жить, а мне интересно жить. Интересно, я сегодня умру или через 30 лет? Сразу жить интересно. Интересно, наверное, не только в этом. Ну это один из интересов. Прожить подольше. Прожить подольше. Как прожить подольше? Очень многие не хотят жить дольше. Очень многие мужчины считают, что в их положении прожить подольше – это великое наказание. Поэтому тут опять-таки, видите, выбор личности. Выбор личности. И некоторые молятся, чтобы побыстрее умереть. Поэтому тут очень все сложно. Очень сложно. В этом и разница. Компьютер – это все равно набор материальных элементов. Это все равно набор формул. Это все равно набор атомов. Личность не атомарна. Личность нематериальна. Личность выходит за рамки материи, поэтому с ней так интересно. Почему компьютер нам интересен? Только потому, что к нему прикоснулась рука личности. Вот и все. И эта личность вложила свой характер. И поэтому эти характеры как-то проявляются. Поэтому есть характер Билла Гейтса. И он проявляется через Windows. Есть характер Macintosh. Он тоже свой. Потому что определенная личность вложила этот характер. И мы чувствуем этот характер. Явно его характер проявлен как-то через это творение. Мы это все понимаем. Поэтому нам интересно. Поэтому, меняя даже компьютер на компьютер, мы не то, что получаем новый компьютер, а мы получаем это некоторое вложение своей свободы, какой-то личности, о которой этот компьютер проектировал. Но стоит этой личности уйти, и все теряется. То есть я правильно понимаю, что каждый раз, делая какой-то выбор, мы переходим от одной личности к другой личности. То есть мы, ну или аспектом этой личности. Да, да, да. То есть что такое личность? Личность — это маленькая частичка бесконечной абсолютно истины. В каждой личности есть маленькая истина. И эта истина бесконечна по своей природе. И так как эта истина бесконечна, с каждой личностью можно бесконечно углубляться. Можно бесконечно развивать отношения. Она бесконечно интересна. Она не статична. Она может меняться в любую секунду. Представьте себе, ну компьютер, который постоянно меняется. Он постоянно меняет операционную систему, перетасовывает файлы, каталоги. Представьте, что вы утром встаете, а ваш компьютер все переставил, как ему нравится. Он становится неудобным. С ним очень трудно, с ним одни скандалы. Какое право ты имел взять все переставить по своим местам? Где, где, где моя папка? Папка, ну под названием носки. Где, где, где моя папка под названием носки? Почему она теперь в другой подкатегории? Ну компьютер этого не делает. Ну компьютер очень удобен, то есть с ним приятно. Если сам все не испортил, то он, в общем-то, исполняет наши желания. То есть это абсолютный механизм, это молоток. Мы его положили, молоток, он там и лежит, куда его положили. Но личность не молоток. Ее положили, а она подумала, смотрелась и ушла эта личность. Говорит, не хочу тут лежать, мне тут не нравится. Тут неудобно. Тут закат не видно. Я пойду, лягу на подоконник, там видно закат. Представьте себе, молоток ползет к подоконнику, чтобы на закат посмотреть. Поэтому личность это некоторый такой феномен, это некоторая область изучения, которая никак не подходит, которая никак вообще не связана с компьютерной техникой. Личность изучает другие науки. Это духовные науки. Это другая область изучения, там другие законы действуют, там другие правила. И совместить их так просто не получится. От того, что мы притягиваемся к той или иной личности, от кем заложен этот механизм? Почему мы все время стараемся вот эти личностные отношения построить? Вообще любая личность нас притягивает. Потому что личность привлекательна по своей природе. Даже когда личность отталкивает, это все равно притяжение. Потому что нам же интересно, как она нас отталкивает. Мы же это ходим, обсуждаем, думаем об этом. Какой противный. Да, то есть мы причем больше думаем о том, кто нас отталкивает, чем о том, кто нас притягивает. Заметьте, очень интересно это называется. А на этом построена негативная реклама. То есть можно кого-то плохо показать, и об этом будут больше думать, чем если кого-то на хорошо показать. То есть если показать человека, что он пожертвовал 100 тысяч рублей, то об этом будут говорить 30 минут. Если показать, что человек украл 100 тысяч рублей, об этом будут 3 месяца говорить. Поэтому сейчас этим пользуются эти негативные все технологии, а негативная реклама. То есть как только какому-то музыканту становится грустно, и все о нем начинают плохо говорить, то он идет, с кем-нибудь дерется показательный, или развод фиктивный устраивает, чтобы о нем просто все начали разговаривать. Это нас все равно притягивает, потому что любое действие любого отдухотворенного существа, оно нам интересно. А оно нам интересно. То есть нам интересно и как зайчик прыгает, и как тигр прыгает. Хотя тигр явно опаснее зайчика, но мы тоже смотрим, как тигр прыгает, нам интересно. Мы едем на это сафари, потом тигры, тигры, ой, как страшно, как интересно. То есть вроде бы нелогично за тигром наблюдать, это явно опасно, просто съест и все. Но мы смотрим, смотрим, наблюдаем, интересно, тигры, тигры, тигры. Все равно личность привлекает, потому что внутри этой личности находится этот кусочек всепривлекающей истины, вот этот свет, изначальный свет души, изначальная привлекательность, жизнь. То есть слово «жизнь» можно поставить, знак «равно» между словами «жизнь» и «привлекательность». Жизнь привлекает. То есть если мы сидим в пустой комнате, абсолютно одни, очень грустно. Но даже просто муха влетает, и мы начинаем за этой мухой следить. Ты смотри, что же она делает. И она за нами следит. И мы за ней следим, и она за нами следит. И потом мы начинаем с ней взаимодействовать. Она именно на нас садится. То есть огромная комната. Можно сидеть куда хочешь. И она находит оголенный участок тела, есть на ней нечего, и она садится именно на этот палец, или на запястье. Садится, и там своими ножками елозит. Понимает, мы спим. И она елозит-елозит. И мы просыпаемся, она раз улетает, и она разбудила. То есть реальные взаимоотношения. Ей скучно, и мне скучно. Но мы немножко злые. Мы берем газету, сворачиваем ее. И бом! Убиваем эту личность. За что? К чему? То есть слишком злые. То есть с нами хотели пообщаться. Мы хотим с инопланетянами общаться. С дубиной. Понимаете, да. Но придем с дубиной. Да, то есть нам надо газету только побольше. То есть если инопланетянин будет маленький, что мы с ним сделаем? Если по ночам придет, будет прыгать на нас. То есть смотрите, мы-то думаем, что инопланетянин должен быть одного роста с нами, да? Да, чтобы на одном языке говорить. А если он маленький, как муха? Вот реально доставучий инопланетянин маленький, как муха. То есть мы его не понимаем, он нас не понимает. Чем он от мухи-то отличается, собственно говоря? Муху мы тоже не понимаем. Что-то лезет к нам там лапками своими, корябается. Берем газету, убиваем. Так никто с нами общаться не хочет, и мы ни с кем, в общем-то, особенно не хотим. То есть у нас такое вот какое-то вот газетное мышление. Если ты меньше меня, я тебя прибью. Газетное мышление. Все очень просто. Хорошо. Спасибо. Теперь будем знать, каким образом это называется. Может, мы уже убили пару инопланетяне, не знаю. Может, они уже пытались с нами вступить в контакт. Мы их, по ходу, во сне газеткой и прибили. Хорошо. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я предлагаю перейти ко второй новости. Она не столько новость, сколько такая зарисовка из жизни, но она, мне кажется, достаточно показательная. А заглавлена она так. Все больше хирургов молятся за пациентов, прежде чем взять в руки скальпель. И рассказывается об одном из таких хирургов. Раньше врачи в госпиталях занимались только физическим состоянием пациентов. Чтобы решить духовные проблемы, нужно было искать священника. Но это не всегда так. Сейчас ряд врачей помогают больным призвать в молитве великого целителя, сообщает портал CBN News. Один из таких врачей Марк Пол из Далласа. Он нарушил бы клятву Гиппократа, если бы не изучал перед хирургическим вмешательством историю болезни пациента. Но он также чувствует, что пойдет против Божьего призвания, если хотя бы не помолится с каждым из своих пациентов. Дальше он рассказывает. Бог является великим врачом. У него под контролем жизнь и смерть. Я вижу себя инструментом в руке Божьей. Я делаю операцию, и он направляет меня. Пол любит молиться с пациентами, потому что это демонстрирует им, что врач не пытается занять место Бога, а является инструментом в его руке. Многие пациенты благодарны ему за это. Но, по словам хирурга, не все готовы молиться перед операцией. Есть часть клиентов, которые отказываются от молитвы, но в большинстве люди соглашаются. Вот такой подход, который раньше, ну лет 10 назад, был просто неприемлем. То есть, ну, а в нашей стране лет 15 назад просто бы посадили человека за такой подход. Это правильно? Ну, то, что сейчас об этом стали говорить, это просто большая открытость. Ну, в действительности, все вот эти профессии, которые связаны с решением на жизнь и смерть, все профессии, которые очень близко подходят к смерти, все эти профессионалы понимают, что решение, в конце концов, наверху принимается. Они очень близки к этому. Они реально видят, как решение принимается где-то наверху. Поэтому они пытаются, как могут, обращаться. Потому что, действительно, вот эта концепция, инструменты, это очень важная концепция. Есть как раз одна знаменитая молитва, как раз медицинская молитва, когда родственники или сам пациент, он молится, чтобы Бог проявился через разум и руки врача. И это правильная молитва. Потому что, в действительности, мы можем в этом мире действовать двумя способами. Либо брать всю ответственность на себя, либо брать на себя часть ответственности. То есть, не мешать проявиться высшей воле. Не мешать проявиться высшей судьбе. И это очень такая серьезная разница. Когда я беру на себя всю ответственность, то, в конце концов, я пытаюсь стать Богом. Я решаю, жить, не жить, когда остановить спасение пациента, или когда его продолжить. А во втором случае, когда я понимаю себя как проводника, то я пытаюсь понять нечто более глубокое. План судьбы. Я пытаюсь понять план Бога. И в моей команде, в той команде, которая спасает этого пациента, появляется сам Бог. Он проявляется? Он реально появляется. Его начинают видеть, ощущать. Он принимает окончательное решение. И все понимают, все решение принято. Это некоторая команда врачей, которая настроена на более высокий уровень ответственности, на ответственность, стать прозрачным таким звеном. Как стать настоящим проводником, проводник, который не мешает этой воле проявиться. Поэтому в этом случае и качество другое совсем. В этом случае и можно уже спать потом спокойно. Потому что если ты принял решение, что пациент умрет, это значит, что на тебе эта смерть находится. Но если ты видишь, что это судьба, и ты приложил все усилия, но понятно, что именно в этот день пациент должен был уйти. И судьба решила, что все время пришло. Нет ли здесь какого-то момента индульгенции? Есть. Конечно, есть. Если мы не образованы, если мы просто пытаемся отойти немножко в сторону, то, конечно, это будет некоторая хитрость. Это будет самооправданием. Поэтому это должен быть настоящий духовный опыт. Поэтому раньше врача воспитывали как священник. У него было такое же образование, как и у священника. Потому что на него возлагалась эта функция поговорить с больным перед смертью. объяснить ему принципы жизни и смерти. Подготовить его к этому сложному моменту. Потому что священник просто может рядом не оказаться, в конце концов. Но и на самого врача налагалась слишком серьезная ответственность. А применять какие-то методики, которые смертельны по своей природе. То есть чем тяжелее болезнь, тем более серьезная методика применяется. Поэтому можно от самой методики запросто помереть. Поэтому многие боятся вообще лечиться. Потому что методики-то жестокие. Но это принцип. Вот серьезная болезнь не может мягкая методика применяться. Она просто не уйдет. То есть нельзя того же тигра воробьиным перышком отгонять, ощекотать ему нос. Не получится. Нужно из реальной двухстволки полить. И так же тут. Поэтому раньше врача всегда учили вот этой духовной науке. Он очень хорошо понимал божественность. Он очень хорошо понимал законы судьбы. И он мог видеть, когда судьба принимает решение. Поэтому он мог поговорить с пациентом. Он мог ему правильно рассказать о том, что судьба уже приняла по нему решение. Что ему скоро умирать. Что ему нужно приготовиться. И правильно приготовиться. И он помогал ему к этому приготовиться. А сейчас довольно спорно. Сейчас, так как некоторые врачи не могут объяснить теорию жизни и смерти, то они боятся даже говорить пациентам, что он скоро умрет. Потому что они не знают ни как ему это сказать, ни что сказать. Они боятся последствий. Потому что он же будет спрашивать, что теперь делать. А они не знают, что сказать, что теперь делать. То есть это некоторая недообразованность в этом плане. Поэтому уж если ты подходишь так близко к смерти, если ты смерть реально каждый день наблюдаешь, необходимо получить и некоторое знание о том, что такое смерть. Но смерть сейчас не изучается. Поэтому всем страшно. И врачам страшно, и пациентам страшно, и родственникам страшно. А страх это всегда признак невежества. Нужно что-то с этим делать. К сожалению, сейчас вот все равно то, что мы сказали, что человек об этом говорит, это не значит, что сейчас врачам разрешили получать теологическое образование. То есть я думаю, что и сейчас это не будет принято. И будут с большим сомнением смотреть на такого врача, у которого есть еще и образование священника. Поэтому еще время, я думаю, не пришло. То есть скажем так, оно еще не вернулось. То есть это первые такие проявления? Это возврат к этому разуму, потому что мы невольны принимать окончательные решения. Потому что иногда, так сказать, и здоровые умирают, иногда больные живут. Мы это наблюдаем постоянно. То есть бывает очень больной человек, он переживает всех живых. Понимаете? Как говорится, вцепился в жизнь. Да. То есть люди ему говорят, он же скоро помрет, он же скоро помрет. А он пляшет на каждом, на каждых похоронах из тех, кто ему, так сказать, опредвещал скорую смерть. И причем пляшет все лучше и лучше. Я вот знаю много врачей, именно вот хирургов, те, кто действительно очень часто сталкиваются со смертью. Большинство из них очень-очень циничные люди. Очень циничные люди. То есть их шутки даже трудно переваривать порой, насколько они циничны. Откуда это? То есть они близки к сумасшествию, по сути, получается. Хотя при этом, ну, они хорошие специалисты. Само по себе спокойное отношение к рождению смерти, это, да, это некоторый признак того, что мы очень близко к этому находимся. Но, в конце концов, не это главное, потому что вот это некоторое простое к этому отношение делает человека хладнокровным и позволяет ему принимать правильные решения. Поэтому пусть он будет сынником, да бог с ним, не страшно, потому что это, в конце концов, о хладнокровии говорит. Нельзя переживать, поэтому нельзя лечить родных. Потому что слишком сильно переживаешь, руки начинают дрожать. Не надо. Лучше не лечить родных, лучше пусть другой лечит. Тот, кто вот немножко циничен по отношению к твоим родным, не берет это близко к сердцу, потому что нужно, чтобы руки не дрожали. То есть он примет более логичное решение? Да, он примет с профессиональной точки зрения верное решение. Но все равно это не значит, что он сможет поговорить с ним. А ведь мы должны быть готовы к смерти, понимаете? Если мы не готовы к смерти, то в конце концов вся жизнь в страх превращается. Нам жить страшно. А мы должны жить счастливо. Счастье и страх это несовместимые вещи. Как научиться быть готовым к смерти? Мы должны получать знания. Поэтому есть духовное знание, которое большую часть в своей полемике как раз и направляет на вопросы жизни и смерти. В общем-то, то, что духовность не боится говорить о жизни и смерти, уже очень хороший знак о том, что это бы неплохо было поизучать. Но, как я говорил, опять-таки, это не принято. То есть это разделяется. Поэтому даже те специалисты, которые подходят очень близко к смерти, они не изучают саму науку о смерти. Не изучают. Поэтому им тоже страшно немножко. И этот страх они скрывают за этим своим цинизмом. То есть не обращают на это внимания. Они не знают, что сказать. Не знают, что сказать. То есть даже если они говорят, что это судьба, то опять-таки, что они подразумевают за словом судьба? Никто не знает, что это такое. Ну, некий урок обреченности последовательных событий. в действительности неплохо, когда у нас есть время перед смертью, чтобы с кем-то пообщаться, поговорить на эту тему, чтобы у нас этот страх пропал. Мы должны подготавливаться к самым серьезным моментам в своей жизни. И смерть это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. Поэтому неплохо было бы с хорошими специалистами пообщаться. То есть если мы идем на операцию, то мы надеемся, что рядом с нами будут хорошие специалисты. Но в конце концов эта операция грозит мне смертью. Поэтому надо бы еще и со специалистом в духовном плане пообщаться. Поэтому люди духовные, они это понимают и тянутся в эти места. Они приходят в больницы, они общаются с пациентами. Есть всегда какие-то маленькие церквушки, колокольни в больших поликлиниках, больницах строят. Это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что это тот специалист, который может с нами поговорить. Нам мало поговорить о болезни, нам мало поговорить об исходе. Нужно поговорить о том, что на уровне жизни со мной происходит. И вот тут врач может не помочь, к сожалению, сейчас. То есть у него нет этого образования. Всему надо долго учиться. И врач учился тому, чтобы правильно провести операцию свои 20 лет, но также кто-то 20 лет учился, чтобы поговорить с этим пациентом о жизни и смерти. поэтому позвольте ему поговорить. Пусть он хотя бы немного проведет времени в этой кровати с этим больным. Пусть скажет свои правильные слова. Врачи тоже говорят свои правильные слова, но дайте духовнику сказать свои правильные слова. Страх смерти это, наверное, один из самых великих страхов, который, так или иначе, я думаю, все страхи будут сводиться к этому страху. Если у человечества в глобальном смысле этого слова исчезнет или чуть-чуть трансформируется этот страх, то человечество станет неуправляемым. Когда мы регулируем свою жизнь на основе страха, это самый низкий уровень регулирования. Мы должны регулировать свою жизнь на основе, как минимум, дружелюбия или любви. Смотрите, страх потерять работу, страх заболеть, страх за детей, это все страхи. Мы окружены ими. Да, поэтому та же наша культура, она сразу же человека выходит, выводит за уровень этих страхов одной простой поговоркой «Бог дал, Бог взял». Сразу же мы поднимаемся, простой человек мог подняться сразу же на более высокий уровень «Бог дал, Бог взял, когда дал, сам решит, а когда взял, сам решит, моя задача любить то, что он мне дал». С этого надо начать. Все. То есть мы должны подняться на уровень мотивации и любовью. А сейчас мы мотивированы страхом, поэтому мы скованы. У нас есть скованность, мы всего боимся, поэтому мы общаться нормально не можем. Мы поговорить нормально не можем, мы любить, мы дружить нормально не можем. Мы все время напряжены, мы вздрагиваем при каждой новости какой-то. Поэтому нужно перейти на уровень любви. А в любви нет страха, а в любви есть понимание, что вот сколько мы будем вместе, столько я и готов служить этой личности. Столько я и готов о ней заботиться. Буду использовать каждую секунду, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Поэтому на уровне культуры уже все эти формулы проявляются, они дают нам возможность подняться повыше. Главное, об этом не забывать. Спасибо большое. Очень содержательный, очень развернутый ответ. Мы на этом, наверное, прервем наше сегодняшнее общение. Еще раз спасибо большое. Есть над чем подумать. Я надеюсь, что для вас, уважаемые зрители, наша сегодняшняя программа оказалась поучительной. Вячеслав Розов был сегодня в нашей студии. Философ, писатель, путешественник. Мы очень надеемся на будущие встречи. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»